Канал со вкусом Каждые выходные в Австралии за свежими продуктами Можно отправиться на сельскохозяйственные рынки К счастью, их популярность растет Ведь люди покупают здесь свежие продукты для своего стола А заодно и поддерживают местных фермеров Где же твои любимые яблоки? Мы приехали на Хастингский рынок Рядом с Порт Магуайр В Новом Южном Уэльсе, чтобы купить продукты для нашего шоу Привет, Джон, как поживаешь? Привет, Нейл, рад видеть тебя Эти цыплята выглядят потрясающе А мы гордимся ими Мы очень стараемся вырастить хороших цыплят Кормите их натуральными кормами? Не совсем Каждый день мы выпускаем их на пастбище, где они гуляют И, конечно, они получают только экологически чистый, натуральный и проверенный рацион Но они становятся особенными Благодаря тому, что каждое утро мы даем им молоко Мы отвозим их в сиднейские рестораны И там, обратите внимание, мясо наших цыплят гораздо нежнее и вкуснее А вот эти крупные особенно хороши Спасибо Вырастить больших кур очень сложно На это требуется больше времени А в любой момент с ними может что-нибудь случиться Поэтому мы ими гордимся Мы возьмем парочку и, думаю, вы торгуете чудесными яйцами Да, совершенно точно Я собираюсь приготовить несколько очень простых блюд Барбекю на загородной ферме Добро пожаловать на свежее и быстрое Нейл Перри Сегодня мы делаем барбекю Мы приготовим цыпленка, говядину и несколько обычных гарниров Несколько чудесных блюд Некоторые из них имеют восточное происхождение Потому что сейчас я в восторге от восточной кухни Баклажанный салат, кисло-сладкую капусту, чудесные табули И баба гануш Обжаренные баклажаны просто отменные, на мой взгляд Мы подадим котлеты из баба гануш Рамштегса с салатом из красной капусты А натуральных цыплят с марокканским баклажанным салатом Начнем мы с баклажанов, которые я обжарил на гриле Вы можете приготовить на барбекю или в духовке А я сделал их совсем черными, а теперь отжимаю лишний сок Очень важно, что перед тем, как их очистить, я не мыл их водой Хотя многие так поступают Но вы понимаете, тогда теряется аромат дымка Поэтому просто выжмем лишний сок, чтобы избавиться от металлического привкуса и горечь Вы можете использовать блендер Но мне больше нравятся маленькие миксеры Их легко мыть, и они великолепно работают Итак, смешаем баклажаны Приблизительно одну четверть банки тахини, восточной кунжутной пасты, которую делают из необжаренных семян кунжута И она часто встречается в китайской кухне, такая темная и пряная Добавляем соль Морскую соль с минералами Два-три зубчика чеснока, по желанию И сок примерно... ...целого лимона Если бы у меня была соковыжималка, было бы легче Теперь перемешиваем, пока не получим вкусную нежную массу Вот так А теперь добавим оливковое масло, немного похоже на майонез Еще немного, и будет однородная масса Чувствуется нежный вкус масла, но он не доминирует Фантастика Ореховая нотка тахини и привкус лимона Все готово Баба-гануш происходит из Сирии Ее ингредиенты Баклажаны, тахини, морская соль, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, первичного отжима Теперь, когда баба-гануш готова, мы быстренько займемся кисло-сладкой капустой, которая готовится 15-20 минут Когда мы с ней закончим, все остальные блюда будут уже готовы Добавим оливковое масло, первичного отжима Можно использовать и просто оливковое масло, но так будет гораздо вкуснее Теперь лук Соль Деревянная ложка Надо, чтобы лук стал мягким, но не обжарился Чеснок Нам потребуется минут пять Так Кладем капусту, которую я нарезал достаточно небрежно Нужно потушить минут пять, чтобы размягчить Еще немного морской соли Капуста почти совсем мягкая, так что начнем ее готовить Я добавляю яблоко и для кислинки Так как использую яблоко, я возьму яблочный уксус И коричневый сахар И мешаем, все идет хорошо Добавим две или три чашки белого вина В нем все поварится минут двадцать и капуста будет вкусной и мягкой Ингредиенты блюда Сладкий лук, чеснок, морская соль, красная капуста, тертое яблоко, яблочный уксус, коричневый сахар, белое вино, оливковое масло, первичного отжима Теперь приготовим марокканский баклажанный салат, который прекрасно сочетается с цыпленком Нарежем баклажаны, посолим Отожмем лишний сок и промокнем бумажным полотенцем Убедитесь, что они сухие, потому что мы будем жарить их на мелкой сковородке, на которой очень много оливкового масла, и оно очень горячее Это важно, потому что если оно будет недостаточно горячим, то баклажаны впитают масло, а это нам не нужно Просто слегка обжарим их Подождем еще пару минут Убедимся, что масло достаточно разогрелось Поэтому, если в баклажанах осталась лишняя вода, она может брызнуть на вас Будьте внимательны, это может быть опасно Жарим до тех пор, пока баклажаны станут темно-золотисто-коричневого цвета Но не черного, иначе появится горечь Но если они не будут коричневыми, у них не будет карамельного привкуса Снимем их в миску и пожарим следующую партию У нас есть дольки томатов, которые мы бланшировали и вынули семечки, я их разрежу Надо использовать примерно три помидора Затем возьмем четыре дольки чеснока и нашинкуем быстро Проверим баклажаны С ними все замечательно Просто перевернем их, пусть жарятся дальше Вот так Тем временем снова помешаем капусту, которая томится на медленном огне И станет мягкой, вкусной и приобретет насыщенный кисло-сладкий вкус Как видите, на сковороде осталось много оливкового масла, потому что я добавил его, когда оно было горячим, и оно не впиталось В этом блюде из специй только тмин, который придает чудесный аромат и в итоге делает его таким мавританским Снимаем их А теперь Бросим петрушку в масло и помешаем, но будьте осторожны, вы можете закрыть крышкой, но если все делать быстро, то ничего страшного не случится Обжарю петрушку, чтобы она изменила цвет А потом добавлю чеснок И помидоры И чайную ложку тмина И вернем баклажаны Убавим огонь Добавим еще немного оливкового масла, первичного отжима и сок лимона Снова перемешаем и продолжим обжаривать Необыкновенный аромат, а вкус еще лучше Получился марокканский баклажанный салат, который просто великолепен с курицей Его ингредиенты Баклажаны, морская соль, петрушка, чеснок, помидоры, измельченный тмин, оливковое масло первичного отжима, лимонный сок На хастингском рынке огромный выбор продуктов Фрукты и овощи, травы Куриные яйца Утиные яйца Местные сыры, варенья Многие люди замечательно проводят здесь целый день Ричард, как поживаешь? Отлично, рад встрече Эти томаты выглядят фантастично Они прекрасны, чудесный цвет А как вы их выращиваете? Это гидропонический помидор Гринхаус Это датский сорт с улучшенным вкусом и долгим сроком хранения Шелковистые кожицы из-за того, что они гидропонические Вы выращиваете их круглый год? Да, правда, зимой они зреют чуть медленнее Зато летом очень быстро растут Фантастично выглядят Такой глубокий красный цвет И вкус ничем не уступает Благодаря смене времен года наше меню постоянно меняется И мы едим то, что созрело и готово Итальянцы с нетерпением ждут начала сезона смоковницы А французы празднуют сезон трюфелей или сбора грибов Целое общество связано между собой Благодаря подобным рынкам и разным сезонам Становится лучше известное в Австралии Очень важно в барбекю, забыла вам сказать Чтобы с вами был бокал вина, когда вы готовите Когда я вернусь, мы закончим с барбекю И попробуем эти фантастические блюда Приятного аппетита, ваше здоровье Свежее и быстрое Свежее и быстрое Свежее и быстрое Нейл Перри Свежее и быстрое И вновь добро пожаловать на Свежее и быстрое Мы на финишной прямой нашего мероприятия На барбекю Салаты готовы, мясо замариновано Его осталось только приготовить, чтобы начался праздник Потому что все уже умирают от голода Я сделал котлеты Взял немного оливкового масла Приправил луком И чесноком Соль, перец, немного петрушки Осталось их только Смешать, так что положим их на плоский гриль И пусть жарится Я разделил цыпленка Взял грудки и ножки Завариновал ножки Так как на их приготовление требуется больше времени В тмине и кориандре Немного свежего чили Чеснока Лимонного сока Оливкового масла Все перемешиваем в блендере Масло горит, но я не возражаю Потому что мне нравится, что цыпленок получится чудесного цвета Не черный, но на самой грани У нас тут фантастические куриные грудки Натуральные Они очень большие Поэтому положим их сюда Пусть останутся следы от гриля Это грудки крупных птиц Двухкилограммовых цыплят Я хочу получить чудесный темный цвет Поэтому постарайтесь не переворачивать их постоянно Это самая большая ошибка, которую совершают готовы дома Видите, появляется цвет Если их оставить в покое, то они окрасятся красиво И тогда я переверну их и оставлю в покое Тогда они будут вкусными и сочными Под конец у нас осталось говядина Которую замариновали в оливковом масле первичного отжима И много чеснока, розмарин Это не займет много времени Потому что хочу быть уверен, что он будет с кровью в середине Это займет 3-4 минуты Самое замечательное в барбекю то, что можно находиться на улице И любоваться прекрасным видом Нам в Австралии повезло с природой Но уверен, что везде в мире можно найти замечательное место для барбекю Видите, цыпленок начинает окрашиваться Теперь я переверну эти куриные грудки Простите, ножки И мы получим превосходный Темный цвет В ближней ко мне части барбекю жарче, чем в дальней Не знаю, почему Поэтому я переложу их сюда, чтобы они еще прожарились и обжарились Эти цыплята действительно превосходны Абсолютно натуральные местные цыплята Порт Магуайр С котлетами закончили Если вы готовите мясо, вам надо снять его и подождать минут 10-15 Но сохранить их теплыми Результат будет превосходным, ведь мясо будет нежнее и сочнее Если вы будете жарить все время на сильном огне, то мясо может не прожариться внутри и даже кровоточить Мясо будет нежным, если примерно через три четверти времени готовки вы дадите ему отдохнуть И прежде чем резать, пусть полежит на краю барбекю Пока будете организовывать все остальное Также важно, чтобы жарочная поверхность была удобная и горячая Тогда вы получите ровную корочку на курице или мясе И тогда процесс приготовления будет приятным и чистым Переложим цыплят сюда При барбекю просто необходима еще одна вещь, о которой я забыл сказать Обязательно возьмите с собой бокал вина Это необходимо Вы во дворе готовите для своей семьи Это способ расслабиться, скинуть напряжение Что тут еще можно сказать? Итак, эти котлеты можно снимать Блюда с ними я положу рядом с барбекю, где достаточно тепло, и они останутся горячими С цыплятами у нас все хорошо, поэтому пора укладывать мясо Это рамштагсы Я просто кладу их Эти тонкие пластинки, замаринованные в петрушке, чесноке и оливковом масле Должно получиться чудесно, обжарено на огне, снаружи Так, переворачиваем Мясо не надо долго жарить, потому что оно тонкое, должно быть вкусно Перевернем цыплят еще раз Они получились с чудесной корочкой снаружи и нежными внутри Куриные ножки Моя любимая часть курицы Потому что очень красиво ткани соединяются на бедре Ножки И они всегда сочные и нежные Проверим готовность курицы Когда вы надавливаете на мясо Оно должно быстро выпрямляться и быть упругим А когда оно не прожарено, оно слишком мягкое внутри Как вы видите, этот цыпленок все еще немного розовый Но я уже собираюсь его снять и дать полежать Пусть он будет лучше сочным, чем пересушенным Теперь Когда поверхность барбекю все еще теплая Мне хочу обжарить ножки еще немного Потому что они очень большие И на них очень много мяса Чем горы старше, тем больше мяса Фрамштексами тоже закончили Кровь вновь начала появляться на поверхности мяса Поэтому подождем пару минут Они будут великолепными Я нарежу их и подам с капустой Ножки готовы И тоже отложим их на 10 минут Тепло это то, что им сейчас нужно Поэтому я просто Положу их здесь И выключу барбекю Итак, сервируем блюда Скомбинируем котлеты с бабагануш Рамштексы с салатом из красной капусты А натурального цыпленка С марокканским баклажанным салатом Мясо легко можно заменить рыбой Или морепродуктами А можно их сделать чисто вегетарианским Действительно, барбекю хорошо тем Что можно общаться с семьей Наслаждаясь вкусными блюдами И бокалом вина Все здесь от Джозефина до Нанны Что еще можно сказать? Приятного аппетита, ваше здоровье Рад сообщить вам, что все остались довольны Никто не жаловался Смотрите нашу программу Свежее и быстрое Добро пожаловать на остров Кенгуру Самый большой секрет Австралии Я обожаю такую еду Большие котлы Все так щедро Я готовлю с мясными сырами, мидиями, креветками И великолепными омарами Можете представить, что это барбекю на пляже Как будто это прекрасный солнечный день И меня не сносит ветром Я стою на двух ногах Ведущий Нейл Перри Композитор Энди Сидари Оператор Грег Кунг Продюсер и режиссер Майкл Робинсон Фильм озвучен по заказу САО «Первый канал» Всемирная зять Продюсер и режиссер Майкл Робинсон